За две недели октября инспекторы ДПС Республики зафиксировали 21 наезд на пешеходов. Последний случай в Чебоксарах произошел вечером 15 октября. Водитель не заметил идущую по пешеходному переходу девушку и сбил ее. Жительнице Чебоксар, можно сказать, повезло. Она попала в больницу лишь с ушибами рук. Здесь на видео видно, что водитель нарушил правила народного движения. Не снизил скорость на пешеходном переходе. Всегда она чревата последствиями. Месяца в Новочебоксарске произошло еще более трагичное ДТП. Там на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с 25-м домом по улице Советская в вечернее время водитель внедорожника сбил сразу трех девушек. Одна из них скончалась на месте. После данного ДТП нами была проведена дополнительная проверка специальным прибором, в соответствии с которым освещенность приемлемая, допустимая, а именно 14 люксов, при допустимых 13 люксов. Мы внесли некие предложения, конкретные предложения в адрес администрации города в виде того, чтобы они там установили светофорный объект с вызывной фазой для пешеходов. Еще одно опасное место для пешеходов – улица Строителей, которая пересекает улицу Советская и Винокурово. На этой дороге сразу четыре пешеходных перехода и ни одного уличного фонаря. В вечернее время здесь просто опасно ходить. По словам начальника отдела ГИБДД по Новочебоксарску, городская администрация должна поставить здесь столбы освещения до мая следующего года. Таково решение арбитражного суда. В целом за 9 месяцев этого года в республике произошло 262 наезда на пешеходов. Развернутое интервью с начальником ГИБДД Почуваши и Владимиром Романовым о безопасности пешеходов смотрите в следующий вторник, 23 октября, в 18.40. Так.